Давным-давно две расы правили землёй, люди и монстры, но однажды между ними вспыхнула война. После продолжительной битвы людям удалось одержать победу, и с помощью волшебного заклятия они заключили монстров под землю. Много лет спустя. Гора Эббот, 20-10-Х. Легенды гласят, что те, кто взбираются на гору, больше не возвращаются. Эй, не стоит, мне кажется. Ой, это какой-то обрыв вниз, что ли, или что там такое? Это какая-то дыра? Нет! Моя нога запнулся и... Ой-ой-ой! Лечу вниз! А, точно, смотри-ка, лечу вниз! Ничего себе! Это мы... Это мы упали в какую-то непонятную дыру! И что это за пещера? А, нет, не пещера, это, видимо, мы с вами куда-то попали. В какой-то чудесный и замечательный мир. Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы начинаем играть в игру Undertale. Вау, как всё эпично! Бум-брум-брум! Да, мы сейчас с вами начинаем прекрасно в эту игру начинать. Итак, нам инструкция Z или Enter, это подтвердить. X-Shift, это отмена. C-Control, это меню. F4 на весь экран удержать. Ну, в общем, мы всё это и так можем знать. Если, о, за это, видимо, здоровье, да, достигают нуля, вы, вы, вы проигрываете. А я думаю, выигрываете. Так, ну что ж, мы начинаем самую, самую добрую игру, самую лучшую игру в мире, во вселенной играть прямо сейчас. Да, друзья, если вам понравится эта игра, и если вы захотите продолжение, обязательно ставьте свой лайк-лайк-лайк. Наберём 500 лайков, я сделаю продолжение. Поехали! Начинаем игру. Для начала, я думаю, то, что нам нужно придумать имя. Ну, в принципе, имя у меня очень простое. Амик. Ой, как же тут трясутся странно буквы. И я, честно говоря, даже не вижу, как мне называться. А, во всё, вроде как подойдёт. Амик. Выбрать это имя? Да, имя Амик. Да, конечно, мне это Амик имя подходит. Я думаю, что мне как раз с ним и жить дальше. Воу, белый экран. И что нам делать? Куда нам идти дальше? Ну-ка, мы можем ходить. Да, всё, мы можем бродить, ходить. И что ж нас ждёт в этом замечательном мире? О, какие-то ворота. Ну-ка, давай-ка в них зайдём. О, цветуля! Чё-то это, это, это какой-то хороший цветочек, может быть. Приветик, я Флауи. Цветочек по имени Флауи. Эээ, привет, Флауи. Как в тиделишке? Так, а как продолжить? Энтер, да? Хмм. Впервые в подземелье, не так ли? Чёрт возьми, ты наверняка в растерянности. Кто-то должен объяснить тебе, как здесь всё устроено. Полагаю, старому доброму мне придётся сделать это. Ну что ж, приступим. Ну-ка, давай попробуем. Видишь, это сердечко, это твоя душа. Благодаря ей ты и живёшь. Так хорошо, мы можем ей двигать, это наша душа. И мы можем прятаться от всего, что нас ждёт. Ты начинаешь с очень слабой душой, но ты можешь усилить её, повышая уровень, свой уровень. Или свой ур. Ну-ка, что дальше? Что такое ур? Это уровень радости, конечно же. Ты ведь хочешь повысить свой уровень радости, да? Да, конечно. Не переживай, я поделюсь своей. Ну-ка, давай-ка попробуем. Чуть такое. А вот и она. Радость совсем близко. Эээ, что это такое? Это что за белые штуки? Какие-то мухи вылезли из этого цветочка флауи. Маленькие белые дружелюбные пульки. Эээ, в смысле? А почему в кавычках? Не понял? Дружелюбные пульки? Ну-ка, сейчас проверим. Приготовься. А к чему готовиться-то? Так, я вроде как умею управлять. Надо быть очень осторожным. Двигайся. Слови как можно больше. Ага, конечно, слови как можно больше. Эй, дружище, ты их все упустил. Так, какой-то он хитрый. Вы замечаете, он очень хитрый. Вы посмотрите на его лицо. Оно очень сильно изменилось. Хотя сложно назвать это лицом, но оно действительно изменилось. Давай попробуем еще раз, хорошо? Ну-ка, давай-ка попробуем. Не хочу их ловить, отстань ты от меня. Смотрите, это что, шутка? У тебя мозгов нет? Беги в эти пули. Так, 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 так. Ну-ка, я что, проиграл что ли? Ты в курсе того, что здесь происходит? Не так ли? Какой? Нет, я не знаю, что происходит. Но я не хочу попадаться просто под эти лепестки. Ты лишь хочешь смотреть, как я страдаю? Это что такое? Умри. Ничего себе. Не-не-не-не, не, спасибочки. Так, это что-то с чем-то Не-не-не, я не хочу проигрывать Я очень сильно не хочу проигрывать И, слушайте, я вроде как выжил Это моё спасение Фух, это что за новое существо Что за ужасное существо Мучает бедное невинное дитя Ох, не нужно бояться, малыш Я Ториэль, хранитель руин Я прохожу через это место каждый день Чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь Да, это, да, это, кстати, я упал вниз Можешь мне помочь, пожалуйста Ты первый человек Попавший сюда за столько дол- За такое долгое время Идём Я проведу тебя через катакомбы Эээ, так, сюда Ну что ж, идём за Ториэль И попробуем с ней познакомиться поближе Может быть она хорошая Хотя цветок прикидывался Сначала добрым, а потом он стал резко Эээ, злее и злее Так что здесь нужно быть начеку Игра хоть и добрая, но она может резко стать злой Так, давай-ка мы за Ториэль пойдём дальше Добро пожаловать в твой новый дом, дитя Позволь мне обучить тебя Как общаться с руинами Ну-ка давай попробуем Обучи Так, это что у нас? А это открывается так дверь Руины полны головоломок Ну-ка это уже интересненько Древних связей Эээ, ложных вариантов А, сложных вариантов И верных решений Ого, погнали дальше Необходимо находить их, чтобы проходить Из одной комнаты в другую Пожалуйста, привыкни подмечать их Окей, нам нужно будет постоянно подмечать Так, мы здесь можем пройти И подходим сюда И, а это что такое? Ну-ка сейчас прочитаем Лишь бесстрашные смогут пройти Храбрецы, глупцы и те, и те Не пойдут посередине Окей, окей Попробуем за ней пойти Чтобы пройти дальше Нужно опустить несколько переключателей Ага, покажи мне их Я попробую их Естественно Не волнуйся Я отметила для тебя те Которые необходимо Опустить Так, а что это за табличка? Попробуем ее Нажмите Z Чтобы прощесть надпись Эээ, я нажал Z Чтобы про... Чего? Это на табличке так написано? Ну-ка Серьезно? То есть они меня учат Чтобы я нажимал Z Хотя я и так нажимаю Z Ха-ха-ха-ха Достаточно прикольно Ну-ка сейчас посмотрим Что тут написано Не сходите с пути Ээээ, ну-ка И все? Не сходите с пути? И больше ничего? Ээээ, ну ладно Не будем сходить с пути Так, по этому мосту Хоть можно ходить? Так Здравствуйте, Тариэль А это что такое? Ну тут все какие-то стрелочки. Может, на них нажать можно? О, всё, да, серьёзно, можно дальше идти. Опа. А, вы видите, за Тариэль стоят какие-то ловушки шипастые, большие, и я думаю, что в них не стоит падать. Так, превосходно, я горжусь тобой, дитя. Давай пройдём следующую комнату. Давай попробуем. А это что за кнопка? Нет, давай-ка я её нажимать не буду. А то мало ли что произойдёт. Дитя, знай, на человека, живущего в подземелье могут нападать монстры. Окей. И необходимо быть готовым к подобной ситуации. Однако, волноваться не стоит. Процесс прост. Когда ты столкнёшься с монстром, ты вступишь в битву. Ага. И пока ты находишься в битве, постарайся завязать дружную беседу. Тяни время, я приду, чтобы уладить конфликт. Попрактикуйся в разговоре с манекеном. Ну-ка, сейчас. Здравствуйте, манекен. Меня зовут Амик. А вас как? Здравствуйте, дайте свою руку. А, нужно же нажать. Хе-хе-хе. Вы столкнулись с манекеном. Ну-ка, тут есть битва, действия, вещи и пощада. Ну-ка, давай попробуем действие и манекен. Здрасте, манекен. Да, и что? Давай оценим. Манекен. Атака 0, защита 0. Сердце из ваты. Подготовь. Пуговка глаз. Тобою любуюсь. Не первый я час. Ничего себе ты стихоплёт. Ну-ка, сейчас. Давайте-ка мы ещё действие попробуем сделать. Он что-то нам хочет сказать, что ли? Кажется, манекен вот-вот упадёт. Не падай, манекен ещё. Ты чего? Ну-ка, сейчас. А давайте мы с ним тогда сразимся. Почему бы нет? Ну-ка, не, говорить, может быть, его не стоит. Не, хотя давайте. Вы говорите с манекеном. Да. Ага. Кажется, он не расположен к разговору. Тариэль выглядит такой счастливой. Тариэль, а что ты счастливая такая? Вы победили? Вы получили 0 опыта и 0 монет. Да. Монет мы с вами не получили. Как-то так. Ах, очень хорошо. Ты молодец. О, спасибо, Тариэль. Спасибо. В этой комнате есть ещё одна головоломка. Интересно, сможешь ли ты справиться с ней? Конечно, смогу. Ещё бы. Так, ну-ка, сейчас мы попробуем. А чё-чё-чё-нибудь тут есть, интересно, или нет? Ну-ка, ать. Не, ничего нету, можем идти дальше. Лучше тут идти за Тариэль, потому что мы с вами никуда ни в какую ловушку... Опачки, это чё такое? А, это битва? Фрогит напал на вас. Эй, Фрогит, а ты ж такой... Ты, по-моему, похож на... Лягушку, точно. Он похож на лягушку. Ну-ка, Фрогит, оцени. Сейчас посмотрим. Фрогит, атака 4, защита 5. У этого противника нелёгкая жизнь. Ага. Так, нелёгкая жизнь. А какие там действия могут быть? Эээ... Тариэль. Ты чё, его испугала? Ха, ничего себе, у меня какая есть защитница. Я надеюсь, она мне будет помогать всегда всю игру. Или нет? Или да? Подождите, я ещё пока не понимаю, она вообще добрая или хорошая? Но пока она очень-очень добренькая. Вы победили. Вы получили 0 опыта и 0 монет. Окей. Идём дальше. Идём дальше. Вроде пока она нас не хочет съесть. Западная комната — это схема восточной комнаты. Западная комната — это схема восточной комнаты. Запад, запад-восток. Так, это снова шипы. И как бы нам быть? Как бы нам быть, как... Эээ... Стоп. Ну-ка, а чё-нибудь можно сделать? Вещи... Эээ... Так, это нам, походу, дело назад. Надо возвращаться. А-а-а! Вот оно что! Может быть, нам где-то можно тут вернуться назад? Восточная комната, западная комната. Чё-то я немножко не понимаю. Чё к чему? А чё нам сделать-то нужно? Ну-ка, открывайся. Открывайся. Может, там действие надо нажать? Действительно. Может быть, сейчас все кнопочки нажмём. Так, это вещи. Эть-эть-эть-эть-эть-эть-эть. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Ничего не происходит! Так. А тут есть что-нибудь? Здесь тоже ничего нет. Мы вроде в самое начало отправились. В этой комнате есть ещё одна головоломка. Ага. Интересно, сможешь ли ты справиться с ней? Давай попробуем. Давай попробуем. А, это, видимо, с самого начала началось, да? Так, мы идём сюда. Но она нам не даёт пройти. Эээ... А, вот! Вот и головоломка. Но давай возьми меня за руку на минуту. Опачки. Она меня что сейчас проведёт до конца? Хе-хе-хе-хе! Изи-бризи! Изи-бризи! Только вот надо, мне кажется, это всё запомнить, потому что потом... Эээ... Да... Возможно, действительно, придётся это всё запоминать. Но она вроде квадратиками ходила. Кажется, головоломки ещё слишком опасны для тебя. О, спасибо, что Ториэль меня проводит просто за ручку пока что. Действительно, я ещё не готов. Пока у тебя всё хорошо получается, дитя мой. Подождите, это моя мама, что ли? Однако, у меня есть для тебя серьёзная просьба. Интересно, что за просьба? Доберись до конца этой комнаты своими силами. Мхм... Прости меня за это. А за что ты извиняешься? Эээ... Куда ты убежала с такой музыкой? Ээээй, ты куда убежала с такой... Эээ... Мне кажется, нельзя, нельзя, нельзя уходить с дороги. Ни в коем случае, потому что меня просто-напросто может что-то произойти. Ну, вроде как, идём дальше. И где ты? А, о, ничего себе, она из колонны выплыла. Привет, дитя моё. Не волнуйся. Я оставляла тебя. Я не оставляла тебя. Я была за колонной всё это время. А, ты пряталась? Мы играли с тобой в прятки, что ли? Спасибо, что доверяешь мне. Тем не менее, это упражнение было весьма важным для оценки твоей самостоятельности. Я должна отойти по делам, и тебе придётся продолжать... А, подождать меня тут. Никуда не уходи. Бродить в одиночку опасно. Бродить в одиночку опасно. У меня есть идея. Я дам тебе мобильный телефон. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. Будь умницей, договорились? Эээ, у меня есть телефон. Я могу там поиграть в Элкрафт? Оу, я, наверное, это и сделаю. Так, где мой телефон? Вот он, вот он. Так, сказать привет, узнать получше, назвать её мамой, флиртовать. Ну-ка, сейчас давай наберём ей. Это Ториэль. Ты только хотел поздороваться? Ну что же, здравствуй. Надеюсь, этого хватит, хи-хи. Щелчок. Ага, то есть она всё, до свидания. Эээ, нет, давайте мы с ней ещё пообщаемся. Там был выбор узнать получше. Набор номера. Сейчас мы позвоним своей мамочке и узнаем, как же у неё делишки. Это Ториэль. Хочешь узнать обо мне побольше? Ну, боюсь, мне нечего рассказать. Я всего лишь глупая леди, которая слишком много волнуется. Да какая ты глупая, ты очень хорошая. И умная даже, может быть. Щелчок. Просто мы с ней ещё не знакомы, очень хорошо. Так, давай её назовём мамой. Ну, почему бы нет, ей будет приятно, надеюсь. Так, набираем номер. Ну, и снова с ней пообщаемся. Это Ториэль. Ах, ты только что назвал меня мама? Ну, я полагаю, ты остаёшься счастлив, назвав меня мамой. Ну, что ж, тогда зови меня так, как хочешь. Щелчок. Куда ты постоянно бросаешь трубку? Мы с тобой ещё не договорили. Ну-ка, давайте флиртовать. Набор номера. Ах. Ох, хех, хех. Ха-ха-ха. Ах-ха-ха. Как очаровательно. Я могла бы потрепать тебя за щеку. Э-э-э, я могла бы потрепать тебя за щеку? Это как? Ты точно можешь найти кого-то получше старой леди вроде меня. Щелчок. Не, ну я думаю, что ты больше похож на мою маму. У меня ж такие же рожки есть. О, здравствуйте, лягушка. Звонок. Алло, это Ториэль. Ты же всё ещё в комнате, верно? Э-э, впереди ещё несколько головоломок, которые я должна объяснить. Было бы опасно пытаться решить их самостоятельно. Береги себя, хорошо? Щелчок. Э-эм, и куда нам стоит идти? Здравствуйте, здравствуйте, лягушоночек. Здрасте, как у вас делишки? Ква-ква. Прошу прощения, человек. У меня есть совет для тебя насчёт битв с монстрами. Если действуешь особым образом или сражаешься до момента, когда почти победил, они могут больше не захотеть сражаться с тобой. Если монстр не захочет сражаться с тобой, пожалуйста, используй пощаду, человек. Ква. Э-э, хорошо, я буду очень-очень терпеливым. Э-э, это кто? Я готов пощадить. Фрогит прыгнул к вам. Ну-ка, действие. Сейчас мы его оценим. Э-э, так, угрожать. Не, я не хочу, я его пока оценю. Так, четыре атаки, защиты пять. У этого противника нелёгкая жизнь. Ну-ка, давай попробуем. Ква, ква. Так, э-э, нам. Опачки. Эй, это было больно. Фрогит не понимает, почему он здесь. Фрогит. Так, э-э, давай ему будем угрожать, что ли. Ну-ка, давай. Фрогит, не понял, что вы сказали, но всё равно напуган. Брррр. О нет, надо от него убегать. Ой. Да, всё, я понял. Фрогиту неохота сражаться с вами. Ха-ха-ха-ха. Давай, давай его угрожать, оценить. А мы можем как-нибудь назад сходить? Вот. Фрогит не понял, что вы сказали, но он всё равно напуган. Э-э-э, отстань, отстань от меня. У-у-у. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Мы вроде как убежали. Фрогиту неохота сражаться с вами. Ну, хорошо. А мы можем как-то вернуть, что ли? Ну-ка, Фрогит. Оценить, угрожать и комплимент. Ну-ка, давай. Фрогит не понял, что вы сказали. Да он вообще ничего не понимает. Так-так-так-так-так-так-так. И нам нужно, я думаю, убегать. Отлично, убежали. Фроги. Так, а мы можем что-нибудь другое выбрать? Я что-то не понял. Так, вещи, пощада. Давай, пощада. Побежать. А, вот, да. Давайте, пощаду. Вы победили. Вы получили 0 опыта и 2 монеты. О, спасибо за монетки. Но мы лишились немножко здоровья. Надеюсь, что здоровье каким-то образом возрождается. Давайте-ка зайдём вот сюда. Посмотрим, что здесь вообще есть. Э-э-э, здесь, по-моему, ничего. Написано, возьмите одну, взять конфету. Слушайте, ну, мне кажется, что лучше конфетку здесь не брать. Хотя, давай, хочу. Вы взяли конфет, нажмите С, чтобы открыть меню. Окей. Сейчас мы посмотрим наши вещи. У нас есть монстра конфета. Ну-ка, давай-ка информацию узнаем об этом. Монстр конфета лечит 10 здоровья. Имеет отчётливый нелакричный вкус. О, это что тут? Тут ничего нету. Ладно, давайте-ка вернёмся назад к Фогиту. Фогит, здравствуй. Чё, я-то твоего братика, походу, делал, победил. Ква-ква. Прошу прощения, человек. У меня есть совет. А, ну это он одно и то же, да, постоянно говорит. Так что лучше пойдём мы дальше. Окей, прощай, если монстр не захочет сражаться с тобой, пожалуйста, пощади его. Используй пощаду, человек. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Прошу прощения, человек. У меня есть совет. А, да стоп, всё-всё-всё, я понял, я понял. Я понял. Так, а как можно отменить с ним разговор? Я с ним уже наговорился. Хочется уже дальше пойти. Так, используй пощаду, человек. Ква-ква-ква. Всё, понятно. Слушайте, а чё тут такое? Не, здесь ничего. Опачки. Это что-то... Так. Вимсон смиренно приблиз... Приблизился. Приблизился. Да, приблизился. Так. Висман, оцениваем. Висман, атака 5, защита 0. Этот монстр слишком чувствителен для битв. Ну-ка, извини. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Э-э-э. Всё. Висман избегает зрительного контакта. Ну-ка, 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 утешить. Вы не успели сказать и слово, как Висман... Э-э-э... Разрыдался и убежал прочь. Серьёзно? Он заплакал? Вы победили? И так просто? Хе-хе-хе. Легкотня. А что это такое? Чё светится? Под весёлый шорох листвы вы наполняете... Вы наполняетесь решимостью. ОЗ полностью восстановлена. Ого. Ну-ка, давайте-ка сохранимся. Опачки. Отлично. Файл сохранён. Амик первого уровня. Это хорошо. Ну что ж, идём дальше. Смотрим, что же там будет нас ждать впереди. Воу. Это что такое? Это очень странная штука. Тут мне кажется... Оооо. Мы куда-то упали. Эх. О, снова нас кто-то нашёл. А, ну с ним-то я знаю, как бороться. Вы не успели сказать и слово, как Вейсман разрыдался и убежал прочь. Прощай, прощай. Да, вроде как мы прошли нормально, но надо проходить чуть-чуть дальше. Ага. О, звонок. О, алло. Это Тарель. Тарель, просто хотела спросить, что тебе больше по душе? Корица или ириски? Эм, даже не знаю. Честно говоря, я больше люблю ириски, они сладенькие. Корицу я вообще ненавижу. Она такая острая, мне даже кажется, бывает. Так, ох, понятно. Большое тебе спасибо. Щелчок. Ну и окей, пока. О, ещё один звонок. А, это снова ты. Это Тарель. Ты же ненавидишь корицу, да? Откуда она знала об этом? А, ну, в принципе, это логично. Если ты задаёшь вопрос и там два варианта ответа. Я знаю твои предпочтения, но будешь ли ты воротить нос, если обнаружишь это на своей тарелке? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. О, щелчок. Слушайте, а она мне что, корицу приготовила? Это как-то очень странно. Так, давайте почитаем. Три из четырёх серых камней соответствуют тебе... А, советуют тебе толкнуть их. А, три... Чего? Не понял? Три из четырёх серых камней советуют тебе толкнуть их. Не, опачки, нам кто-то... А, ну, с этим-то парнем я знаю, как справиться очень быстро. Можем идти дальше, спокойной душой. Вы победили. Добрый вечер. Надеюсь, я его, ну, не сильно огорчил. Очень сильно за него переживаю. Так. О, смотрите, мы справились с этим заданием. Идём дальше, в следующую комнату. Это что такое? Эм, так... Эм, это что такое? Эм, эм, это что такое? Подождите. А что-то можно просто ходить и всё... А-а-а, я понял. О, смотрите, абсолютно такая же комната. Возможно, ну-ка сейчас прочитаем, что тут написано. Давайте прочитаем. Пожалуйста, не ходите по листьям. Ага, понял. То есть та комната, походу, делась зеркально этой. О, с нам снова Фрогет прыгнул к вам. Ну-ка, давай-ка пощадим его. Эм, давай пощадим. Мяу. У-у-у-у. Больно, больно, походу, делал. Ай-яй-яй, он меня один раз... Так, ну-ка, вы напугали страшной силой Фрогета. Эм, понарошку. Ну-ка, давай-ка, эм, пощадить его. Мяу. Снова, снова ты. Снова ты. И... Нет, вроде как я от него ушёл. Вы напугали... Странно. Действия Фрогет угрожать. Ну-ка. Фрогет, не понял, что вы сказали. И начал снова меня, походу, делал кусать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, вроде как ушли. Фрогету неохота сражаться с вами. Ну, прощай, прощай. Давай ему комплимент сделаем. Хе-хе. Так, он снова, походу, делал за нами сейчас пойдёт. Так-так-так-так-так-так-так. Так, осторожно, 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 осторожно. И вроде как ушли. Всё, фух. Фрогету неохота сражаться. Ну, неохота так уйти от меня. Всё, наконец-то я с ним справился. Ну, опять, слушайте, здоровье я потерял. Это очень плохо. Это очень плохо. Надеюсь, здесь нету... Так, мы по листве не можем ходить. Но сейчас-то мы, скорее всего, можем. Так, надо запомнить. Подождите. Мы сначала к стене прикасаемся. Потом идём до конца вниз. Идём снова по стене. Идём снова наверх к стене. И доходим до таблички. Идём снова вниз. Ага. О! Мини-жел. Мини-жел. Мини-желейка, может быть. Встал на пути. Хе. Мини-жел. Ну-ка, оценить. Мини-жел. Атака 6. Как типично. С красивыми из... Изгибами. Но без мозгов. Ага. Ага. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну тут... Тут было очень сложно. Размышляет. А что это она размышляет? Так. Давайте... Давайте-ка с ней... Может, сразимся с ней? Ну-ка, давайте-ка действительно с ней. Нужно, думаю, сразиться. Так. Снова, снова эта штука. О-о-о-о-о. Фух. Выжил. Мини-жел. Тихо. Так. Давайте-ка мы попробуем что-нибудь сделать. Может, битва какая-нибудь? Ну-ка, пощади. Давай. Э-э-э... Вот, пощадить. Вы победили. Ха-ха-ха. Я так легко всех побеждаю. Видимо, просто пощаду делаешь. И все. И ты можешь любого победить. Все. Погнали дальше тогда. Я все. Я запомнил примерно путь. И попробуем пройти. Главное, не забыть, как это примерно выглядит. Так. Давайте-ка идем. Ну что ж. Начинаем наш путь. Йопи. Так. Здесь мы, по-моему, упали. Значит, нам нужно наверх. Доходим до листвы. И идем вниз. Все. И-вс. Чего? Это что у нас? Опачки. Фогет. И чего? А как мы с ними с двумя сразу бороться? Ну-ка, давайте сначала утешить его сделаем. Вы не успели сказать. И он сразу же ушел. Так. Кваква за нами тут прыгает. Нет. Тут сразу вверх надо делать. Фогет не понимает, почему. Он здесь. Ну, сейчас я ему все объясню. А, он снова. Давайте его комплимент сделаю. Не понял, что я здесь. Ты чего? Ну-ка, сейчас вниз, походу, дело. Да, нам вниз нужно. И давай-давай-давай-давай. Вверх, вниз. Все, отлично. Фогету неохота сражаться с вами. Так неохота, так пощадить его. Хе-хе-хе-хе. Так легко справляться. Я в шоке. Ну что ж. Вроде как мы дошли до конца. И прошли. О, там было 3 из 4 камней. И они сказали их донести. Не до конца. Опачки. Снова у нас какие-то проблемы. Так, действия. Так. Ну и давай попробуем флиртовать. Или, слушайте. Ее надо пощадить, мне кажется. Ну-ка. Эээээ. Че вы тере... Вы трясете бедрами? Мини-жел трясет в ответ. Какое осмысленное общение. Опачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. У нас проблемы. Фух. Я прошел. Я прошел. Я прошел. Фух. Давайте пощадим. Пощадим ее просто. Я забыл то, что ее нужно пощадить. Никого не стоит здесь побеждать Можно просто щадить постоянно Так, один камень положили на место Давайте нижний сначала Эй, приятель С чего ты взял, что можешь толкать меня? Это камень, говорит? Так ты просишь меня подвинуться? Хорошо Только тебя Тыковка Ну-ка давай Хм, ты хочешь, чтобы я подвинулся дальше? Ладненько, как насчет этого? Не Хм, не в ту сторону? Ладно, ладно, я понял Все, нормально Вроде как встал на место Отлично, а ты что? Ну-ка идти, иди на место Ну что, там вроде как О, хитрец-то, ничего себе Вот это да Хм, так мне там оставаться надо было, да? Ты заставляешь меня реально попотеть Ну-ка встань туда Разве все Не становится проще Если просто Вежливо попросить Ну пожалуйста Ну пожалуйста Разве все Не становится проще Если вежливо попросить Давай попробуем Ой, пробежали Ой-ой-ой Снова у нас Проблемы Ну давайте Давайте Знаете, что сделаем? Давайте Пощадим ее, да Все Пощадили, победили Все Это наш Залог успеха По ходу дела Все Идем, идем дальше Друзья Эх, что же нас ждет дальше? А это сохранение Да? Это сохранение Понимая, что однажды мышь может покинуть свою нору и взять сыр Вы наполняетесь решимостью Ну давайте сохранимся Ну что ж, друзья Я думаю, что Undertale заслуживает продолжение Если мы соберем 500 лайков Я сделаю продолжение Потому что игра Мега крутая Мега суперская И как только наберется 500 лайков Я реально сделаю продолжение Игра очень сильно интересная Мне кажется, она вам должна была понравиться Ну и пишите в комментариях И какие-нибудь я, может быть, ошибки сделал Либо вы по-другому бы сходили Когда я там отвечал как-то по-другому Там, может быть, вы корицу больше любите Я, конечно, сладкое больше люблю Но, может быть, вы любите конкретно корицу И что бы там интересно мне ответили Тут очень много всяких ходов И это очень круто Ну а с вами был Амик Обязательно подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить следующую серию Ставьте свой коронный лайк, лайк, лайк Лайк, лайк, лайк И увидимся уже очень-очень скоро Обязательно Пока-пока Бум!